Девушки отдыхают Маша-то населяет На ходу, Андрей, а? Женек, а это вроде как тебе Не факт, пап Ты же у нас еще о-го-го Значит, это он тебе А мне он два месяца назад должен был позвонить О, видала? Он твой номер телефона посеял Ну, что посеял, тот пожнет Ты поглядишь, ты поглядишь А парень-то с выдумкой Ну, давай решайся А то сейчас автобус налево повернет А нам прямо ехать Лето ждем порой Следом за весной умытой грозами Но когда жара Сводит нас с ума Грустим по осени мы Осень застучит Ливнями Ворчим, как даже снег и метель Лишь январь начнет Календарный год Нам снова снится апрель Земля кружится И мы кружимся И весной вернутся птицы Все повторится И первый гром, и первый снег Все повторится Нам просто надо В карусели этой не пропустить Костры, походные, гитары И туман у реки Зарю рассвет Снова ответ И вот когда мы это вместе проживем Однажды в майский день Сорвав тебе сирень Мы побежим Под проливным дождем Нам просто надо В карусели этой не пропустить Костры, походные, гитары И туман у реки Пусть, ну, а под швы Сады уставшие И вот когда мы это вместе проживем Однажды в майский день Сорвав тебе сирень Мы побежим Под проливным дождем Ой Вот красота, а А вы ехать не хотели Дед, да долго мы еще тут ходить будем А вот это неизвестно, Никитос Настоящий грибник Меряет время бедрами А куда мы их столько собираем На продажу, что ли? Викуся, грибов, как и бы бывали он Много не бывает Что-то замаринуем Что-то закроем Чтобы потом он Женькиных ухажеров зимой откармливать Кстати, Женек Завтра ж суббота Ну, шо ты решила? Пойдешь к твоему художнику На свиданку или нет? Валя! Ну, ладно Не знаю бы, а скорее всего нет Да шо так? Да парень вроде ж такой интересный Он что с этим картинками напридумывал Я б на твоем месте сходила Да какие проблемы? Время и место ты знаешь Давай вперед А вот ты не можешь, чтоб свои пять копеек Куда-нибудь не усунуть Ты лучше по сторонам смотри Вон, у корзины меньше всех Зато варежка не закрывается Ля-ля-ля-ля Шо попало, Валентина Петровна Как вот это у тебя в корзине Это каждый дурак под забором нарезать может А Иван Будько, он Он благородный гриб берет Деда А вот это благородный? Ой, Никитож Выбрось от греха Мы собираем только знакомые грибы Все, вот так вот У тебя среди знакомых грибов Только мухоморы и сыроежки Понятно? А это, чтоб вы знали Это зеленуха Желтопузая десертная Это позле белого Это первейший гриб Ну и вот и ешь свои зеленухи сам Ты буду есть Вот и ешь Вот и буду А вы потом не подлизывайтесь Опа! Да их тут целая поляна Да ну его у баню Пошли, вперед Ты шо? Это если с лучком Нас картошечкой пожарить За уши не оттянешь Да не волнуйтесь вы Промывание желудка сделали вовремя Ну еще полежать 3-4 дня Выпишем Знаете, у нас таких грибоедовых полуотделения Сезон Вот это ж надо было тебе зеленушки эти жать Хорошо, хочешь, дети гадости, а то не стали кушать Надо Наговаривать на благородные грибы Это, наверное, Алюха Твои помидоры прокищие Такое Осложнение дали Лучше бы они тебе на язык Осложнение дали Чтоб ты им вообще пошевелить не мог Лисовик-затевник Доктор Да-да? А так Прямо надо, да? Чтоб она с нами Вот в скорой ехала Может, пускай он рядом с машиной На метле летит Так Ой-ой-ой Что такое? Что такое? Эй, все-все нормально Это у меня от нее реакция Нет, все Мышки, блин Быстрее несите, ну работай Что здесь у нас? О! Вы что, обалдели? Ну, прости, мамаша Мы нечаянно Так я не поняла А что тут вообще происходит? Что тут происходит? Я не поняла Я сейчас Я сейчас в милицию вызову Но вы, Маша, не кипятитесь Нам сказали Мы и спилили Слушай, ты, сынок Ты сейчас вот этот забор поправишь И дерево посадишь И чтоб духу вашего здесь не было Ты меня понял? Я не понял, Коля Чего ты остановился? Чего не пили? Ну, вот местное население возмущается Это оно пока возмущается Сейчас терпение лопнет И я за грабли возьму Женщины, что вы так кипятите? Здесь пригородное кафе будет Будете кушать прям через завод Ой, какое счастье! Мне возле дома только вашей тошнилок не хватало Что вот это все местные запалдыги Вот тут тусовались А ну, выбитайтесь Что вы так кипятите? Я сказал, убитайтесь все Ой, это ж про... Ой, Женек, привет Привет, дедулечка Это внучка моя Старшая Любимая Ну, как ты тут? Я? А я ничего Ну, как? Ну, ничего Ну, лучше уже Уже лучше Ну, ты крепись Крепись Я стараюсь, как могу Да, конечно Видишь, оно как, Женек, получается Настоящие мужики от выпивки страдают А твой дед, он от закуски пострадал Я тебе тут принесла йогуртов и сок Ага, так, ставь там я потом сам Ладно, что обо мне, то обо мне Давай Рассказывайте, как вы там А че ты такая расфуфыренная сегодня? Траванули, деда, грибами А теперь там сидите, наверное, празднуете? Ну, дедушка, перестань Шо перестань? Я ж вижу, что глаза блестят-то не по детски Ага Шо, рандеу с Репиным состоится? Да, схожу Правильно, правильно Че дома сидеть с бабой Валей там Только это Смотрите там Чтоб без глупости Дедушка, глупости он еще не заслужил Это правильно Вот это У меня внучка вся у меня Кремень Ладно, дедулечка, я побежала Ну, давай Опа, подожди-ка А? Нет, я, наверное, тоже с тобой пробегусь В смысле? В смысле, я тебя провожу Всем до свидания Женек, давай, давай, давай Опоздаем, будет неудобно Женщина, что вы творите? Немедленно вылазьте оттуда А вот это ты видел? У тебя отсюда сказала Что она сказала? Да вы что, с ума сошли? А ты попробуй ссусть ее, знаешь, сошла с ума или не сошла Кому сказала у тебя отсюда? Как она туда попала? Она сказала, что у меня за ней что-то капает Пока я смотрел, она заподвигатировалась А ну, вылазь оттуда! Я сейчас вылезу, унос тебе дам, у тебя стебель здесь закапает У тебя, кстати, тоже Не трогай ручку Не трогай, сказала Куда руки суешь, вы? Уйди, уйди, слазь Павел, зачем мы ее слушаем? Давай в милицию вызовем Да, значит, без нас Все равно, молодого не дам, гадюшник строит, ты понял? Вот, бабочки Что вы делаете? Вот, бабочки На что я дожала? Господи Ё-моё Включай ты теперь, блядь Стой, лечеб Стой, стой, иди куда Стой, блядь Лечеб, гадю Лечеб, гадю Лечеб, гадю Стой, лечеб Куда, стой Лечеб, стой Стой, лечеб Стой! 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 Подскажи, который час? Без двадцати пять. Спасибо. А сколько опаздывает? На сорок минут. А твоя? Полтора часа. Но ты мужчина, тебе проще? Может быть. Да, Валентина, угон бульдозера, порча имущества, попытка расправы. По совокупности ты лет на пятнадцать подвигов совершила. О, господи. Алексеич, знаешь что, не дави. Валюха за всех за нас под статью пошла. Да, да, да. Она эту алкогольную амбразуру, можно сказать, собственной грудью закрыла. Я фигурально выражаюсь. Да, думаете, мне приятно, вот так за здорово живешь, на своем участке новый рассадник преступленности получить. А ну же, где алкоголь? Там пьянка, грабеж с мордобоем. Да, а по малому бизнесу кучугур какой удар. Я свою сеть ларьков, можно сказать, годами выстраивал. А этот притон мне за один день весь бизнес загубит. Не, ну, Борисович, ну это тоже не повод руки распускать. А что их опускать, что ли? Вот именно. Не надо что-то с этим совсем делать, Жан. Конечно, надо делать. Да, да. Давайте думать. Давайте думать. Тише ты, мы думаем. Коля, а что тут думать? Что мы церемонимся с этими оккупантами? Валюх, у тебя те грибочки, которыми траванулся, Иван, остались. Какие грибочки, Митяй? Ну ты совсем сдурел, что ли? Леонид, мне это нравится. Я хоть что-то предлагаю. Митя, ладно. А что это вы тут делаете? Чай пьем. Да, Женечка, мы чай пьем. А что в темноте и шепотом? Так видишь, спят. Спят. Ага. Ну и я пойду. Вам свет выключать? Таня, не надо. Мы уже расходимся, да? Да, да. Уже расходимся. Спокойной ночи. Спокойной ночи, внученька. Кстати, Кирюха, а нафига ты свет выключил? Ну? Так я по привычке. На автомате. Да и потом конспирация. Так, конспираторы еще раз повторяю, чтобы завтра никакой самодеятельности. Ясно? Ну, ясно, конечно. Как скажешь, Алексеич, нет так нет. Дорогие кучугурцы, земляки, родненькие, это шо ж такое делается? Все делали, они у нас под окнами рюмочные строят, а завтра на огородах пивнухи ставить будут, да? Правильно. Дальше, но точно. Если мы это не остановим, как же мы нашим детям и унукам у глаза будем смотреть? Вот так вот, да? Сергей Петрович, че правило? С утра берещат, как резвыми, ни заехать, ни проехать. Блин, шо делать? Сейчас разберемся. Да шо там говорить? Стройки нет! Стройки нет! Стройки нет! Стройки нет! И шо я еще хочу сказать односельчане? Не дадим этим куркулям зафатывать нашу землю. Хватит! Хватит! Хватит пить нашу кровь! Правильно, вот правильно говорите, женщина. О, и мужики нас поддерживают. Так-то ведь так... Стройки нет! Стройки нет! Стройки нет! Стройки нет! Стройки нет! Тихо! Скажешь пару слов? Как же? А ты, кстати, кто? А я и есть тот самый куркулик рывопийца, который пришел захватить ваши земли. Спасибо тебе, внучка, что деда не забываешь. Приходишь он каждый день, проведаешь. Не то, что некоторые. Баба Валя, та только он. Звонит. Самая занятая в мире женщина. Да ладно, дедулечка. Хорошо, ладно. Ты, кстати, зря выскочил меня провожать. Ага, здрасте. Что ты хочешь, чтобы меня в метр восемьдесят три пролежень, что ли, образовался? Я побежала. Давай. Ну, ладно, давай. Кстати, как свиданка прошла? Нормально. Влаза смотри. Как прошла свиданка? Прошла мимо меня. Присядем. Рассказывай. Ну, что тут рассказывать? Я прождала его целый час, как дура. А он не пришел. Так. Давай с тобой рассуждать логически. На подлеца вроде не похож. Это раз. Встретиться с тобой хотел так, что аж чуть из общественного транспорта не выпал. Это два. Ты у меня красавица. Это три. Четыре и пять. Какой из этого следует вывод? Какой из этого следует вывод? Спорим. Спорим. На шо? На шоколадку. На шоколадку. На шоколадку с ликером. О, вот это уже кое-что. Но. Сегодня будет просить о свиданке, не соглашайся. Скажи, а у меня там делов много. Все. Пускай помучатся. Ферштейн? Ферштейн. Ну, хорош киснуть. Встала. Встала. Плечи расправила. Осаночка. И пошла, красопетовка. Пошла. Так нормально? О, как шикарно. Не переживай, женек. Все они у наших ног будут. Бедрами не вилять, здесь сердечники лежат. Давай слазь оттуда. Друзья, друзья, минуточку внимания. Друзья мои, вы совершенно правы. Стройку нужно закрывать. Да. Закрывать. Закрывать. Но. Но перед тем, как я это сделаю, у меня есть маленький вопрос. Скажите, а кто из вас зарабатывает по тысяче долларов в месяц? Ну, нету таких, и шо? А у меня в кафе это будет средняя зарплата. Ничего. Да ладно. Да. Покупает. И работать в этом кафе будете тоже вы. Более того, строить его мы будем все вместе. Женщины мои родненькие, неужели вы не устали от грязной посуды? Свадьбы, дни рождения, это же все на вас. Сначала на них наготовь, а потом еще и убери за ними. Правильно я говорю? А я вам в кафе для местных сделаю такие скидки, что обедать вам в кафе будет дешевле, чем с огородом. А выпить? Ну, шо лишь бы выпить вам? Вот. Правильный вопрос. Правильный вопрос вы задали, мужчина. Хватит пить по гаражам и огородам. Я за здоровый образ жизни. Я вам в кафе поставлю телек. Футбол будете под пивко смотреть. Паша, возьми в багажник и там, давай, тащи. А женщины сериалы в нашей стране. Знак нашей великой дружбы, мои маленькие презенты для вас, пожалуйста. Пожалуйста, подходите. Чего ты в этот блокад сцепился, Роббель? Роббель, приди. Приезды лишь от тебя, пожалуйста, все это бесплатно. Сходите, Петрович. Можно, сходите. Смелее. Хорошо, куда? Ну, куда вы себе оперлись это? Продалися. Продалися за бутылку, за шоколадку. Пожалуйста. Лапочки, лапочки. Пожалуйста, шоколадку. Молодцы. Да. Вот так бы сразу. Ой, алкоголики. Ну что, лапушки, будем воевать? Или сядем за стол переговоров? Ну что, мать? Одним из самых знаменитых произведений Грига и на сей день является вторая сюита «Пергюнд». В нее вошли пьесы «Жалоба Ингрид», песня «Соль вейк». Ты писали? Да. Здравствуйте. Добрый день. Извините, а можно Евгению Ковалеву на минутку? Прошу. Благодарю. Здравствуйте, Женя. Привет. А ты кто? Женя, пожалуйста, извините моего брата Жеку за то, что он не пришел на свидание. Просто я дома варил сгущенку, а она взорвалась. Мы до вечера вымывали кухню, чтобы меня предки не убили. А, ну вот еще. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чудной красоты. Чистой красоты. Привет, Жень. Кого я вижу? Ну что ж, использовать чужое обаяние и чужие стихи – это круто. Я тебе говорил? Помолчи. А для полного набора только цветов с клумбы не хватает. Обижаешь. Самые настоящие, университетские. Послушай, Жень, извини меня, пожалуйста. Ну, на самом деле как-то неудобно получилось. Да, неудобно. А может быть, сегодня вечером сходим на концерт моей любимой группы «Аккорд»? Твоя любимая группа – это трио цимбалистов? Да, он, она ж такой. Серый. Ну так что, ты придешь? Сегодня будет просить о свиданке и соглашайся. Пускай помучатся. А я сегодня не могу. У меня дел много. Да, жаль. Тогда может быть завтра? Да, завтра. Например, в ботаническом саду под старым кленом. Под старым кленом? Я подумаю. Ну, вот и отлично. Приятно было познакомиться. Нам пора. Мы еще не все кастрюли вымыли. Да, нам на самом деле пора. Ну, до завтра. До завтра. Угу. Идем. О, господи, Жека, ну что ты там мямлил? Не твое дело. Ты будучи стих нормальный выучил. Мамма мея, я тебя учу-учу, а ты? Слышь, жемлечок, не уезжай. Это вы мне? Тебе, тебе. Разговори. А вы по какому вопросу? По личному. Я смотрю, ты тут серьезное дело начал. А с серьезными людьми даже не поговорил. Нехорошо. Ну, я вижу, что серьезные люди сами ко мне пожаловали. Чего ж мне напрягаться-то? Дерзишь. Зря. Повторяю еще раз. Не с того, ты говорю, фраерок. В наших краях жизнь начинаешь. Понимаешь? Места у нас тут гиблые. А жизнь, она как ниточка. В любом месте, чик-чик, оборваться можно. Чего ты лыбишься? Погоди. Не, не понял, чего он лыбишься? Погоди, я говорю. Ты правда, что ты лыбишься? Что ты лыбишься, я говорю? Да я лет двадцать уже таких клоунов не видел. Ребят, вас что, в девяностых заморозили? Я не понял, Талдон. Он нас сейчас отморозками назвал. Держи, не гипетесь, не гипетесь. Тут дело серьезное. Держи все в руках. Значит так. Даю тебе последний добрый совет своей жизни, фраерок. Сегодня до вечера забираешь свои коробочки и собираешь свой конструктор в каком-нибудь другом месте. Понял? Понял! Если не драк, то понял. А вдруг они жалко. Садись за руль, я сегодня устал что-то. Ты болгарку отмыл? Сейчас приеду, отмою. И слышишь, фраерок? Ты учти, я два раза не повторяю. Ты что делаешь? Ты мне машину не поцарапал? Да ты что, что ты переживаешь? Ты еще как со своей. Я переживаю, потому что у тебя своей никогда не было. Значит так, машину ставите в гараж, ключи под коврик. Ты понял? Ты понял? Да понял. Я прошу прощения. Да-да. Эти головорезы что, и на вас наехали, да? Не, ну они как наехали, они так и отъехали. У меня с этими деревенскими гангстерами разговор-то короткий. А вы смелый человек. Я ведь тоже когда-то хотел здесь и магазин открыть, и бизнес свой построить. Весь капитал ушел на пожертвование вот этим сироткам. Не, ну со мной-то такие штуки не пройдут. Ну, в другой стране живем. А что нет, правильно вы их отшили. А я на них еще и заявление накатаю. Хватит терпеть этот беспредел. Вот сейчас прямо в милицию пойду. Вот так. Вот сейчас прямо пойду в милицию. И заявление напишу. Пустите меня. Вот сейчас прямо пойду в милицию. Хватит терпеть. Ишь ты, натерпелись. А вы молодец. Правильно. А так, значит, на голову сядут и все. И сидеть будут. Сколько можно в конце концов. Мы им покажем сволочат. Сейчас я напишу на них заявление. Подождите. Сейчас возьму все и напишу. Сразу. Несанкционированный митинг. Угроза жизни. Вымогательство. Люди, я что, на каком-то непонятном языке разговариваю? Мне, может, на протокольный язык перейти? Ну, что ты, Сеич, раскричался? Как можем, так и воюем. Да. А ты из окопа даже не выглядываешь. Или тебе долю с этого башляет? Во-во-во-во-во. Вы бы помолчали. Коза Ностра Кучугурская. Клан Альдалдоне. Не, ну, а правда? Ну, если же власть ничего не делает, ну, мы же должны как-то действовать. Люба. Да что, Люба? Я же говорю, я делаю, что могу. Ну, по своим каналам. Ну, поймите, ну, чтобы их прижать как следует, тут время нужно. Ты пока их там прижмешь, нас тут уже раздавят. Нас раздавят уже тут. Пока ты его там. А я еще и добавлю. Да, если вы мне хотите преступность на участке повысить, так я раскрываемость тогда повышу. Да. За наш счет? Кстати, я преступность. А где Митяй? Митяй где, спрашиваю? Так дома. За детьми. Да. А где ему быть главное? Митяй где, спрашиваю? Ну-ка, подъем. Вставайте, давайте. Пол первого уже. Вы что, совсем оборзели? Вставайте, давайте. Абсолютно неподъемные уроды. Сергей Петрович, клянусь, я у них каждую щелку проверил. Ни капли спиртного не было. Ну, вот этим, видимо, их вчера и подогрели. И, судя по объему, мы с ними до вечера не побеседуем. Ой, тяжело даются мне эти кучугуры. Партизанская война какая-то. Слышь, Лор, ну Митяй твой все ж таки мастер. Ля, один у всю бригаду повалил. С утра еще никто из вагончика не выходил. Специалист высшей категории. Сергей Петрович, я не знаю, как это произошло. Да, Пашенька, все. Ну, не моя вина. Делай ты, что хочешь, но чтоб к завтрашнему дню у меня котлован был готов. Сергей. Ну, давай, родная, сейчас твой выход. Угу. Вы Сергей Петрович? Ну да. А в чем, собственно? Вас-то мне надо. Беда у меня. Мужа моего не видели? Ну да, я вот вчера с ним разговаривал. А после, после этого? Нет, не видел. А что случилось-то? И никто ж его не видел. После вот этого разговора с вами. Господи. Ой. А вы... Пропал мой колобок. Съеду. Ой. И говорила ему, Сергей Петрович, не ссуешься, Женечка, ты к этим бандитам. Нет, он все правду искал, справедливость. Еще вышла из-за этого. Оставил меня, ну, на четырех деточек. Ой. Ой. Да вы уж это прям так, уж ты не расстраивайтесь, знаете, оно все как-нибудь образуется. Вы действительно думаете, что он найдется? Ну. Вы меня извините. Яс. Спасибо вам. Простите. Ой. Молодой же ж еще совсем не пожил. Еще ты ж береги себя. Люди здесь лихие, места глухие. Пропадешь ни за что не просто. Чекай пока цел. Женечка, колобок ты мой. Куда ж ты меня? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой, да что ж ты? Ой. Ой, Женечка, мой. Субтитры подогнали Симон. 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 Ну что, допрыгались? Субтитры подогнали Симон. 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 И я, пожалуй, пойду. Жень, подожди. Дай мне возможность объяснить. Это займет всего минуту. Время пошло. Понимаешь, вчера моя сестра поссорилась со своим парнем. Папа! Что? Подслушивать нехорошо. Кому нехорошо, тот пусть не подслушивает. Потом затопила соседей и вдребезги разбила мой мобильник. Вот. Я потом три часа отмывал этот потоп, ругался с соседями и успокаивал Свету. Ну, мою сестру. Я, конечно, понимаю, что все это звучит по-идиотски, но именно так по-идиотски это все и произошло. Как трогательно. Ну и где? Что, где? Где сестра? Где ее парень? Где соседи? Почему не они пришли за тебя извиняться? Но, Жень... Это же твой стиль. Я... И потом, что это за банальщина? Цветы, конфеты? Где хотя бы, ну, котенок в лукошке? Жень, понимаешь, я... Извините, сударь. Ваше время вышло. Аривидерчи. Основными дефектами линолевных баллов являются вздутие, волнистость, отсланивая кромок. О, видал? Отсланивая кромок. До свидания, Валентина Петровна. Всего доброго. Уже уходите? Да, пойду. Дальше сами. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, алло. Валюха! Шо? Шо у вас там происходит? Чего женек сегодня не приходила? Ой, Ванечка, тут такое. Кавалер ее приходил. Разругались, а удрызг. О, он, Женька, сидит у беседки. Рыдает. Ой, Валюха, шо ж ты за человек? На минуту тебя оставить нельзя. В общем, так. Врубай громко и иду в беседку. Ага, я поняла. Врубаю. Э, алло. Клуша, ты шо, там дошла или по дороге удержалась? На дверях застряла. Гля, я тебе шо, чемпион игры по беву, что ли? Усё, пришла. Давай, говори. Ну, шо она там, плачет? Не плачь я. Значит, плачет. Ага. Шо я тебе скажу, Женька? Плакать, оно иногда, конечно, дело хорошее. Только сейчас это не тот случай. Ну, чего я? Ну, потому что маленькая ссора большому чувству не помеха. А если чувств нет, то и реветь нечего. Ну, подумаешь, парняга пару раз на свиданку не пришел. Я вам вообще, чтобы ты знала, на роспись с Валюхой в ЗАГС опоздал. Да ладно? Да. Да. Как сейчас помню. Стою одна раз у Фырина, вокруг гостей куча, родственники, а его нет и нет. Ой, стыдобище. Ну, все, думаю, все, передумал. А я, слышишь, Женек? Да. Чтобы, значит, отгул к свадьбе заработать, да это вот три смены подряд отпахал. Замахался шукой. Ну, а в день свадьбы, значит, народился, сел в автобус. Машины тогда у нас еще не было. И что ты думаешь, вот так четыре круга от кучугур до города и намотал? А мне же вот этой прошенной невесте возвращаться стыдно. Я вот это, у чем была, рванула на вокзал. Ну, первая попавшаяся поезд, прыгнула и... А я, значит, когда проснулся, слышишь, Женек, да? В холодном поту. Так взялся и побежал. А там из-за сней только батя Валюхинь меня, так сказать, дождался. Ну, я нарядный и с батиным финалом в уходящий поезд и вскочил. Я сижу в плацкарте, плачу. Ой. Смотрю, идет оно. Что это оно? В пиджаке с цветком. Гитару где-то вытянет. И поет, на весь вагон поет. Орет. Ванечка. Что? А что ты тут и там пел? О, спутница жизни называется. В больницу за три дня ни разу не пришла. Песню нашу не помнит. Но я, слышь, Женек, я не обижаюсь, потому что люблю твою папу Валю. А песня, Женек, значит, была такая. Дай бог памяти. Я без тебя, как песня без слов, Как путник, что ищет потерянный кров. Я без тебя, как ночи без снов, Как лодка без моря, Луга без цветов. И ради тебя На все я готов. Ты любовь моя, И я без тебя Никто. Ты мой желанный Без тебя, мой родной Все не так, Все не то Мой долгожданный Ты любовь моя, Я без тебя Никто Никто Ты Я без тебя Я без тебя Желанный Как ночи без снов, Без тебя, мой родной Все не так, Все не то Луга без цветов Мой долгожданный На все я готов. Ты любовь моя, Я без тебя Никто Никто Ты любовь моя, Я без тебя Никто Ты любовь моя, Я без тебя Никто Я без тебя Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»